Подтримать ускладанный час и выказать подяку. Гомельская епархия уручила узнагороды медицинским супрацовникам за их укладу боротьбу с коронавирусом. За самоданную працу и высокий профессионализм 18 урачов и медработников отримали грамоты и медали про подобные манефы Гомельской. Поначалу было тяжело. Проводили больше времени с 8 до 8 на работе в ковид-бригаде. Работать было очень тяжело. Постепенно все втянулись, наладили работу, разделили обязанности между собой. Поэтому сейчас гораздо легче работать. Сейчас врачи в ковид-бригаде где-то до 4 и уже дома свободны. Работа трудная, тяжелая. Очень много трагических, печальных вещей. Бывают и радостные моменты, когда пациенты неожиданно начинают выздоравливать для всех. Тяжелый момент общения с родственниками пациентов, для которых это всегда очень бывает. Горько, тяжело увидеть и слышать, как тяжело болеют их родственники. Приятно видеть, как самоотверженно и героически, можно сказать, работают наши коллеги, сестрички, санитарочки. В медицинах – это особливая сфера, где важными изъявляются не только профессийные веды и умения, но и моральные якости человека. Ставление медработника до пациента так само оказывали отшебный эффект. В минулом году на медиков легла беспрецедентная нагрузка, якая часом вела до профессийного выгорания. Тому так важно подяковать и подтримать героев у белых халатах, зародить их энергией и силой для дальнейшей борьбы с пандемией. Выделить людей, поблагодарить, что они спасают человеческие жизни, я считаю, это самое необходимое, чтобы поднять моральный дух человека. Потому что и врачи, и медперсонал тоже выгорать могут. А вот когда мы все объединяемся и благодарим их, мы им придаем вот эти физические и моральные силы дальше бороться с этим недугом и дальше отдавать свою частичку сердца людям, которые болеют, которые ждут их помощи. Продолжение следует...